привет это канал походный оптимист меня зовут дима со мной сегодня мой армейский друган макс здрасте здрасте люди добрые приехал ко мне в гости и изволил желание помочь мне в землянке вот уже не первый час мы пытаемся до туда добраться в общем дорогах по которой обычно подъезжал к реке для переправы вся в жесточайшем просто снегу и уже не первый час мы пытаемся выкопаться на машине причем колея была такая более-менее уверенная мы думали что рыбаки ездят и мы доедем но оказалось это проверчивое решение машина сидит довольно хорошо но я думаю что потихонечку мы сейчас будем откапываться есть лопата больше проблема в том что дорога это длинная прямая и узкая дальше дорога кончается и сейчас большая проблема развернуться чтобы поехать в обратном направлении но будем стараться с максом мы преодолели немало совместных трудностей в армейке поэтому чувство вообще на самом деле беспокойство вообще нет я думаю что в любом случае мы из этой ситуации выйдем нормально здесь вообще ряда попозь вот эту сторону видно в общем план следующий нужно вернуться по этой дороге для этого нужно развернуться дорога узкая но мы ее расширили сейчас лопатами заднюю часть и переднюю то есть наша задача сейчас машину рвануть вперед попу загнать потом что в то место где мы откопали и попробовать развернуться переда мы должны уже отсюда нормально выехать для этого машину еще нужно поднять она сидит передком на сугробе так но здесь уже вроде все чисто можно пробовать я чё я пускаю почистили мне кажется да нормально там все колесо стоит на твердой земле задняя на доске я попробую Уже прогресс Попробуй вперед дать Попробуй вперед Попробуй вперед Попробуй вперед Спустя много часов подходим к землянке Настроение на самом деле великолепное Все завалено снегом просто по поясу Картинка невероятная Смотри там яма осторожно Попробуй вперед Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 по сугробу и обалдел представляете здесь все следах косули жалко что я не оставлял фото ловушку тем той зимой кроме лисы возле землянки никого не удалось снять то все как будто бы куча людей ходила но нет это лёжки косули вот ее помет смотрите вот здесь это она лежала здесь вон все в их тропинках причем таких как будто ходила целая рота солдат и наверх уходит это где-то в метрах может быть 100 от землянки очень интересный там наверх тропа идет прямо мощная мощная как будто бы только что здесь почистили снег глаз по этим же тропинкам и перемещаться удобно так вот кстати валежник под толще сугроба кстати я не помню вообще здесь чтобы деревья лежали если честно может быть недавно упала как раз перед снегопадами из-за снегопадов кстати могло и упасть так уж и просто с такой глубины сугробов выковыривать нас кстати появился наконец-то это облегчит перемещение на снегоступах давай бревна что заходи короче вот я нашел полным полно вот одно стоит справа на плечо положим да вдвоем лучше выбрать сразу ванна тебя уронишь Его можно было бы, конечно, пильнуть покороче, но я просто не знаю, какая длина нам нужна, а сразу все отмерить, потом отпилить, чайку попить надо, а тут смотри, короче, она вот тут вот разлетелась, уйди ее, можно вот так вот отрезать, чтобы она чисто либо пластик, можно отрезать, а металл надеть, а потом пришли, да. Да пусть живет, ах ты чего, надо, все равно всех не перебьешь. Помнишь, что у нас в этом холодильнике мышь подвешенная висела? Кстати, термос 106 серии проверен уже не одним путешествием, помните мой термос с ситечком? А теперь он еще и вышел в новой лимитированной коллекции, амурский тигр. Покупая этот термос, вы помогаете сохранить и приумножить популяцию тигров в нашей стране. 5% с покупки идут в фонд, а еще получаете шанс выиграть поездку в Лазовский заповедник на двоих. В общем, все подробности можно почитать по ссылке в описании, там же, кстати, вы найдете промокод на скидку, на покупку этого термоса. Там что-то жесткое. Козла нужно будет делать не совсем стандартные, они же нужны будут не для того, чтобы спиливать бревна поперек, как обычно делают пеньки, когда дрова пилят, например. Мне нужны будут козлы такие, чтобы я мог пилой проходить по всей длине бревна верхнего и распиливать его на доски, чтобы мне вот эти верхние части, в которых будет зажиматься бревно, не мешали по высоте. А чтобы они не вышали по высоте, они должны быть очень низкие. Тогда теряется вообще вся суть зажатия бревна. Я думаю, что можно попробовать сделать так, как я делал в землянке в лесу, а само бревно наверху фиксировать скобой. Я думаю, да, так, наверное, и буду делать. Высота нужна, наверное, в районе груди моей. У меня рост метр восемьдесят пять, где-то метр десять, метр двадцать должна быть высота, бревна будут наискосо, где-то метр тридцать, наверное. Я буду делать длиной эти бревна. А это где-то две пилы в длину. Отлично. Резонный вопрос, кстати, мне задавали зрители в комментариях, где моя электропила и почему я до сих пор здесь пилю бензопилой. Электропила у меня дома, я буду ее возить в свои другие проекты. Здесь эта бензопила у меня живет как бы уже давным-давно. Я ее не вожу с собой и мне очень удобно, чтобы я могу взять с собой какую-то другую полезную нагрузку, а пила спокойно находится и ждет меня здесь. Вот так. Электропилу я бы здесь не бросил, если честно. Цепь примерзла к шине, не хочет крутиться. Не надо на печку отогревать идти. Ах... Попилилим. Ничего не заводится. Примерзла шина. Прям цепь к шине примерзла и не крутится. О! Пошла. Пошел вперед. mastинка готовится. Пошел вперед. Ох... Субтитры сделал DimaTorzok В общем сейчас я эти бревна распущу вдоль Это и будет ножками для моих козелек, козлов, козел Вот, вся конструкция будет легче и удобнее будет скреплять Тоньше подходящего дерева я просто не нашел Надо поспешить пока пила не замерзла опять Субтитры сделал DimaTorzok Опа Отлично, горбы лег Ну что рука набита уже по распиловке бревен Уже и без станков специальных Достаточно ровненько все быстро получилось Но нет, все-таки я хочу попробовать все это делать с пилорамой С мини пилорамой походной Для этого козлы и нужны Так, ну и теперь друг с другом буду их соединять Вот таким вот образом Вот так Одни и вторые Нужный угол подгадать Надо Чтобы они были поувереннее, пошире пусть будет Гвоздиком соединю сейчас На тринцах На тринцах Прямо чтоб наверняка Бревна будут тяжелые сверху лежать Чтоб соблюсти угол Я тебе прям вот сверху положу так же Ты за дровами пошел что ли? За дровами пошел? Ага Ты возьми пилу Там вот это сухое дерево, которое валяется Пильни от него парочку пеньков Расколем сейчас на мелкие Да, то же самое Пару пеньков пильни Если оно сухое там полностью Посмотри Его расколем сейчас И костер тогда И на печь уже заодно дров тогда набьем А там ничего Не надо нажимать, да? Чуть-то он дурнул Еще Сейчас покажу Вот включатель Включил, завел И это я знаю Одной рукой здесь и здесь Да, это я в курсе Все, как обычной пилой Гвозди не сбиваются нормально В то, другое дерево сбилось Нормально А здесь прям караул какой-то В какой-то момент чувствуется, что стоп И он останавливается и гнется Будут доставать сейчас все это дело Наколотил, да, делов? Кажется, как будто бы Высоковаты козлы Но на самом деле Я думаю, что нет Все-таки Они нужны не для того, чтобы Пилить пеньки В общей своей Сути А именно для того, чтобы Пилить доски А это будет удобнее делать Как раз на уровне груди Здесь будет лежать бревно И на уровне груди Вот так вот пиворамой Я буду отрезать доску За доской Так, по крайней мере Должно работать Так, ну и длину тоже особо длинную Не нужно сделать Чтобы они не мешались Нешний раз Для распилки бревна Так вот смотришь, думаешь Походу, все-таки Переборщил сразу Потому что легла верхняя планка И теперь получается, что У меня будет не на уровне груди А на уровне плеча Это будет неудобно Надо где-то сантиметров по 20 Наверное, спилить Снизу Аккуратно Как же хочется работать опять с сосной доехать в землянку березы тяжелой гвозди не вбивается все кривое такая вот у меня земляночка ручат мерзавец сейчас вот делаете козлы прислушиваюсь к себе и понимаю то что я прямо это все без удовольствия делаю честно говоря прям хочется просто сейчас сесть у печки и как следует наболтаться со старым другом 10 лет прошло с момента окончания службы но мы периодически видимся хотя бы раз в год то я приезжаю к нему то он из пензы приехал ко мне в этот раз вот мой первый день потусили в городе сегодня поехали в землянку вот с ночевкой а завтра с землянки прямо поедем на дачу ко мне у меня на даче еще не был кстати вот у дачи затопим баньку вот так вот дело я сейчас думаю что ты получается как это все криво обычно я хотя бы удовольствие получаю от того что я делаю даже если она не зрачная а сейчас прямо четко прям приходится все заставлять строю думаю зачем зачем тогда все это неужели не дождаться лучше такого момента когда я будут это удовольствие получать и решил остановиться сейчас поменяю цепь затупил цепь не пойму как не пойму где успел ее затупить не пилит и все но у меня и запасная поменяется пойдут дров на пилю еще сам побольше вообще зуба нет одного здесь разведем костерок заварим еще чайку и поболтаем как следует у костра лучше мы а потом поставим запекаться утку в углях как костер прогорит вот это я понимаю провести время с другом землянки на стройку стройку я отложу на светлое время суток кстати то что мы застревали сегодня это был не единственный раз в общей сложности около четырех раз мы застревали три раза прямо сильно один раз полегче камеру я включил уже на третьем разе когда я уже понял что это превратилось приключение и нужно разворачиваться где-то там вот опа какие сухие отлично просто колется великолепно вот как только отказался от идеи продолжать строительство я сразу настроение поднялось вот так здесь у меня костровое место камешки вот они пошли а дрова довольно быстро поддались кстати еще сделать тоненьких растопочку взял немного пакли льна а дрова вот так вот так вот так очень костер готов сейчас уже разойдется деваться никуда короче поклея не очень разводилась она вспыхивает и тухнет пока ты опять не пошибуржишь я маленьких тоненьких тоненьких прямо на строгал все пока загорелась готовить сегодня решили утку фольги и и запечем в углях даже на сочника и получится здесь у меня масло оливковое сразу со специями сейчас эту дичь намажу и все будет готово уже тут и соль перцы и травки разные все равно написано что готовится и травим вот так вот хотели сделать с кашей кашу сварить а потом утку начинуть кашей тогда бы весь сок из утки бы вышел пропитал бы кашу каша была бы вкусненькая но не успели кашу сварить а угли уже готовы нельзя потерять драгоценный жар отличные угли засекаю думаю что минут 50 наверно и уточка будет готова запах даже здесь утки прошло 50 минут я думаю то что можно можно доставать наверно я начну переворачивать если будет сильнее шипение значит все как положено буду надеяться что готова так давай развернем ее посмотрим что нас ждет могла не пропечься попытка номер два вот уже вижу вижу поджаренность вот это другое дело да готова но кости разваливаются пропарилась когда ты говоришь я ел утку последний раз я не помню лет много назад она вот с той стороны с нижней подрумянилась сильней сверху нет я открывал как раз сверху думаю что то она наверное не готова да то что надо очень вкусно вот 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 Продолжение следует... 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 или может быть землянку в горах в общем жду вашего участия в моих походах пока а